Всем огромный привет, и сегодня мы поговорим о достаточно популярном убийце Ланселоте. Герой известен взрывным уроном и своей исключительной мобильностью. Он обладает уникальным набором навыков, позволяющим ему совершать несколько быстрых рывков. Также герой способен игнорировать некоторые навыки и урон противников. Конечно же, персонаж зависит от хорошего пинга, и он не прост в усвоении. Вам потребуется хорошая скорость реакции, и придется очень быстро прожимать свои навыки. В этом гайде я помогу вам разобраться с механикой персонажа, мы подробно изучим его умения, рассмотрим актуальную сборку, наиболее подходящие на героя эмблемы и таланты. Отмечу, что Ланселот практически не бывает в банах, и вы сможете вдоволь за него поиграть. Итак, у персонажа есть три активных и один пассивный навык. Рассмотрим каждую из способностей более подробно, и начнем мы, конечно, с пассивного навыка «Порез души». Собственно, каждый раз, когда Ланселот совершает рывок, его урон увеличивается на 7,5%, на 4 секунды, вплоть до 30%. Когда вы совершаете рывок, у вас появляется соответствующий индикатор заряда пассивки, всего зарядов может быть 4. Заряды набиваются с любых рывков, например, когда используем первый навык или ультимейт. Помимо собственных способностей, он также получает заряд от любого рывка, например, вспышки, стрелочки, когда вы ее подберете и совершите рывок, и даже когда притягиваемся к Матильде. К сожалению, не все рывки можно считать рывками, когда нас кидает кусака, заряд пассивки не получаем. Также, когда вражеский герой нас отталкивает, например, флаймшотом или своим навыком, то заряд пассивки тоже не получим. Длительность заряда и собственное увеличение урона сбрасывается каждый раз, когда вы используете снова рывок, то есть от рывков перезаряжаем пассивку. Каждый стак заряда увеличивает нам урон, причем увеличивается любой урон, хоть с автоатак, так и от навыков. Причем, дополнительный наносимый урон от зарядов также наследует урон от снаряжения эмблемы талантов. Перейдем к обзору первого активного умения – Прокол. Итак, Ланселот совершает рывок в выбранном вами направлении, нанося физический урон врагам на пути и накладывает на цель метку меча. Метка накладывается на цель, которая изначально не была поражена, и под ней появляется индикатор с таймером. Сама метка длится 5 секунд. Ну и как мы поняли, если Ланселот успешно наложит метку меча на врага, то перезарядка навыка сбросится, и вы еще раз можете совершить рывок и поразить, например, следующую цель. Метка меча накладывается на любые пораженные цели, как на героев, так и крипов, лесных монстров, призванных юнитов, черепахи и лорда. И совершать рывок с навыка и поражать цель мы можем практически бесконечно, но только если навыком будем поражать цели, у которых нет меток. Если мы не поражаем цель или поразим цель с меткой, то навык уйдет в перезарядку. Причем, если мы снова поразим цель с уже наложенной меткой, то таймер индикатора метки мы не обновим. И если первым навыком вы поразите несколько целей одновременно, то нанесете урон всем целям, но метку наложите только на первую пораженную цель. Берем эти факты на вооружение. Например, знаем, что Ланселот играется через лес. Изначально качаем себе первый навык и идем фармить синий баф. Если вы просто на лесных крипах прожимаете первые три раза подряд, то сделаете всего три рывка, набьете три заряда пассивки и сделаете три удара по крипам. Фармить синий баф надо правильно. Изначально начинаем атаковать маленького крипа на синем бафе и бьем по двум монстрам. Ждем, когда таймер метки на маленьком монстре сократится наполовину. Затем совершаем снова рывок с первого навыка, таймер наложится на большого монстра, а с маленького монстра спадет. Затем прыгаем снова, накладываем уже на маленького монстра метку, с большого спадает и повторяем эти действия. В результате мы набиваем максимальное количество стаков пассивки 4 и совершаем 4 рывка, нанося максимальный урон. Если вам помогает в лесу союзник, то лучше распрыжку начинать с большого крипа, потому что маленький монстр от помогающего вам союзника может умереть быстрее. Синий баф очень важен для нас, ведь он в течение 75 секунд сокращает перезарядку навыков на 10%, а также уменьшает потребление маны на 60%. Кстати, из забавного, в игре есть такой персонаж как Глу. Понятно, что по Глу в обычной форме мы прыгаем 2 раза. Но когда Глу призывает своих глутят, или как они там правильно называются, то по ним мы тоже можем прыгать. Рассказал для информации. При игре за героя есть разные техники прыжков. Так, по примеру, можете прыгнуть сразу по нескольким целям по прямой, поразив их первым навыком и нанести одну метку. Но когда мы поражаем несколько целей одновременно, мы можем быть в невыгодной и неудобной позиции для следующих прыжков. Поэтому вы можете прыгать не только по прямой, но и по диагонали. И помните, чем больше прыгаем, тем больше набиваем себе пассивку. Игровые ситуации, конечно, бывают разные. Нужно прыгать как и по прямой, так и по диагонали. Все будет зависеть от того, насколько цели находятся далеко друг от друга, от их количества здоровья, сколько стаков пассивки у вас уже набито и других параметров. Если хотите научиться быстро и правильно использовать рывки, свои прыжки, то заходим в режим тренировки и размещаем как можно больше ботов. Оттачивайте свое мастерство. На поле боя оно вам пригодится точно. Играя за лансиот, у вас должна быть хорошая реакция. Доводим прыжки до автоматизма. С помощью рывка, естественно, можем преодолевать стены и использовать его в качестве эскейпа. Кроме этого, если по каким-то причинам вам не надо совершать рывок вперед, а вы находитесь с противником в ближнем бою у стены, которую не перепрыгните, а урон нанести надо, то можете навести навык вбок, останетесь на месте, но урон нанесем. Перезарядка первого навыка на начальном уровне прокачки составит 14 секунд, а к финалу всего 12. Также с улучшением умения мы увеличиваем и его базовый урон. Теперь рассмотрим второй активный навык «Шипованная роза». Прожав навык, ланселот наносит удар в выбранном направлении 3 раза. Каждый из ударов наносит физический урон пораженным врагам, урон уменьшается при поражении нескольких врагов. Также во время анимации нанесения урона ланселота невозможно выбрать в качестве цели, и он не получает никакого контроля и урона от врагов. Причем враги в центре области навыка получают все 3 удара и замедляются на 20% в течение полсекунды. Эффект замедления может суммироваться. Второй навык – основной навык, наносящий урон. Изначально со старта игры качаем первый, но затем второй навык улучшаем максимально. И давайте подробно поговорим о втором навыке. Как мы поняли, прожав умение, герой наносит 3 удара, но не все так просто. Сам навык изображен в виде треугольника, и в нем есть характерные области. Это, собственно, области поражения навыком. И количество совершенных ударов будет зависеть от той области, которую вы поразили. Так, если мы бьем краем треугольника, то наносим только 1 удар и, соответственно, наносим 1 урон. Бьем краем посередине, наносим 2 удара и 2 урона. Ну и, наконец, бьем середины, наносим 3 удара и 3 урона. Навыком наводим. При необходимости можете дать свой первый навык, рывок, и скорректировать область попадания центром. Тем более, при активации умения у нас есть индикатор, показывающий эту центральную область. Используем, чтобы повысить свою точность. Важно бить именно центром, чтобы дать 3 урона и вызвать эффект замедления. К цели слишком близко не подходим, потому что навык тоже сдвигается. Поражаем именно на расстоянии. Поскольку Ланселота невозможно выбрать в качестве цели, и он неуязвим во время анимации умения, вы можете использовать навык, чтобы уклоняться от заклинаний и атак противника. Так, мы с легкостью увернемся от атаки башни. Избежим урон и контроль с ульты Циклопа. Увернемся от ульты Иня. Можем задоджить отложенный урон с ульты Харли. И вообще, мы можем избежать огромное количество других навыков и атак противника. Когда битва идет за черепаху или лорда, и когда у цели мало здоровья, используем навык в комбинации с возмездием, чтобы значительно повысить свои шансы и забрать объект. Перезарядка умений на начальном уровне прокачки составляет 10 секунд, а к финалу всего 7. Прокачивая умения, вы также улучшаете его базовый и усиленный урон. Ну и наконец, ультимейт Ланселота «Призрачная казнь». Используя навык, вы становитесь одним целым с мечом. И, собственно, после небольшой задержки, Ланселот наносит карающий удар в выбранном вами направлении, нанося большой физический урон. Во время анимации навыка, Ланселот, так же как и со второго навыка, неуязвимый, может избежать умения и атаку противника. Так мы, например, можем задоджить отложенный урон с ульты Харли. Принцип действия, думаю, понятен. И, естественно, нужна практика. У применения навыка есть время подготовки его могут сбить, например, оцепенением или любым другим навыком с контролем. Но когда вам сбили время подготовки, навык в перезарядку не уйдет. Как и любым другим навыкам Ланселота, ультимейтом обязательно наводимся и в некоторых случаях предугадываем движение противника. Так же, если вы фармите черепаху или лорда, второй навык по каким-то причинам в перезарядке, можем использовать ультимейт для комбинации с вас вместе. Выдадим дополнительный урон и успешно добьем объект. Обращу ваше внимание, что сумение и метку меча от первого навыка мы не накладываем на противника, используем ульту по ситуации. Ультимейт обычно используют для добивания врагов, но вы также можете его использовать, чтобы инициировать атаку и нанести огромный урон в начале боя. Навык также можно использовать как дополнительный рывок и уйти из неблагоприятных ситуаций. Естественно, им можно преодолевать и стены. Перезарядка навыка на начальном уровне прокачки составляет 27 секунд и к финалу всего 21. Также прокачивая навык, вы увеличиваете базовый и усиленный урон навыка. Естественно, перезарядку ваших всех умений можно сократить благодаря эмблемам, талантам и эффектам от некоторых предметов. Собственно, теперь перейдем к другой части нашего видео, в которой рассмотрим наиболее подходящие эмблемы, таланты, дополнительные навыки и снаряжение на ланселота. Сейчас на ваших экранах сборки топ-10 мира игроков. И то, что сразу бросается нам в глаза, это что в качестве боевого заклинания абсолютно все выбирают смайт, возмездие. И ланселот действительно хороший лесник и играется только через лес. По эмблемам и предметам все в принципе выбирают одно и то же за редким исключением, на вкус и цвет как говорится. Начнем обзор с возмездия. В качестве улучшения возмездия вы можете взять ледяное. И собственно, наводим возмездие на противника, даем ему урон и замедляем его. Замедление никогда не будет лишним, противнику будет тяжелее уклониться или уйти от ваших атак. Вместо ледяного возмездия можете попробовать кровавое, а также наводим на противника и выдаем еще больше урона по цели. Это возмездие нужно для нанесения урона и в принципе в комбинации с вашим прокастом неплохо сочетается. Цель вы будете забирать достаточно быстро. Выбор боевого заклинания зависит конечно же от вашего стиля игры и от ваших предпочтений, но лучше всего как по мне выбрать синее, для того чтобы замедлять противника и фиксировать его. Теперь поговорим о наиболее подходящих эмблемах и талантах на ланселота. В качестве эмблем берем эмблемы убийцы, они дают нам физическое проникновение, увеличивают физическую атаку, увеличивают скорость нашего передвижения на 3%. Первым талантом берем трепет, он увеличивает нам физическую атаку. Вместо таланта трепет можем взять талант разрыв, который нам увеличивает физическое проникновение. Физическое проникновение нужно для игнорирования физической защиты противника. Так как ланселот играет через лес, то вторым талантом берем только опытного охотника. Этот талант увеличивает наносимый урон по лесным монстрам, лорду и черепахе. Последним третьим талантом мы можем взять нечестивую ярость, и от нанесения урона навыками мы дополнительно будем наносить физический урон, а также восстанавливать 2% маны при попадании. Вместо нечестивой ярости можем взять талант смертельное воспламенение. При нанесении урона по одному и тому же герою 3 раза или более, мы накладываем на него ожог, нанося дополнительный урон. Помним, что если мы попадаем центром второго навыка, то мы абсолютно точно нанесем противнику 3 урона, 3 удара. Я рассказал вам об основных эмблемах и талантах, которые берут на ланселота. Выбирать опять же вам, отталкивайтесь от своего стиля игры. Теперь рассмотрим наиболее подходящие предметы на ланселота. Со старта игры для увеличения скорости передвижения ланселоту берут обычно пустой сапог. Затем ему покупают молот гнева для увеличения физической атаки и увеличения физического проникновения. Лес будет фармить легче, и в случае ганга вам также будет проще забирать противника. Молот гнева это составляющая часть основного предмета удара охотника, покупаем его. Удар охотников повышает нам физическую атаку и дает сокращение перезарядки навыков на 10%. Кроме того, предмет дает нам физическое проникновение, и при нанесении урона одному и тому же вражескому герою или вражескому монстру 5 раз подряд или более, мы получаем 50% к скорости передвижения. Но правда всего на 3 секунды. Далее улучшаем себе ботинки, и здесь есть несколько вариантов. Если в команде противника много персонажей с магическим уроном, а также много массового контроля, например, замедления или станов, то берем себе прочные сапоги. Именно эти сапоги уменьшают длительность массового замедления или массового оглушения на 30%. Также если в команде противника мало массового контроля и много героев с физическим уроном, то берем себе сапоги воина, именно они нам увеличивают физическую защиту. Если вы лютый и уверенный в себе ланселот, то можем взять сапоги спешки, они увеличивают вам скорость вашей атаки, быстрее фармим, быстрее убиваем. Но, почти в каждой игре есть персонажи с массовым контролем и с магическим уроном, поэтому, конечно, приоритетный выбор лучше отдавать прочным сапогам. Кстати, прочные сапоги вы можете купить сразу первым слотом, или собрать их после того, как купили молот гнева, все зависит от игровой ситуации на поле боя. Далее на ланселота можем купить топор войны, он дает нам физическую атаку, 550 единиц к здоровью, на 10% сокращает перезарядку навыков. Кроме того, этот предмет при нанесении урона врага дает нам стаки, максимум до 6 зарядов, каждый заряд дает 12 единиц дополнительной физической атаки и 2% вампиризма от навыков в течении 4 секунд. При полных зарядах мы наносим 10% дополнительного чистого урона. Следующим предметом берем бесконечную битву, предмет вам дает много бонусов. Он увеличивает вам физическую атаку, на 250 единиц повышает здоровье, на 10% дает сокращение перезарядки навыков, на 8% дает вампиризма и увеличивает скорость передвижения, а также регенерацию маны. Кроме того, после использования навыка, следующая ваша базовая атака наносит по цели чистый урон. Далее покупаем себе злобный рык. Этот предмет увеличивает вашу физическую атаку, но самое главное, он увеличивает физическое проникновение по противнику, то есть вы будете игнорировать его броню физическую. Этот предмет не стоит собирать первым или вторым слотом, потому что он работает в том числе от процентного соотношения физической брони, то есть чем больше физической брони у противника, тем больше физического проникновения вы выдаете. Последним слотом можете взять защитный предмет, например бессмертие, оно увеличивает вам на 800 единицы здоровья и дает физическую защиту. И когда вас убили, вы воскреснете на том же месте, и например можете попробовать уйти. Правда у эффекта воскрешения есть перезарядка, и она составляет 210 секунд. Поэтому после воскрешения этот предмет лучше продать и купить себе что-нибудь другое. Если у противника много героев с магическим уроном, особенно взрывным, можем взять себе щит афины. Если много героев с физическим уроном, особенно наносимого с навыком, то берем древнюю керасу. Например от того же халкарта, не знаю. Если вам самим не хватает физического урона, то берем клинок отчаяния. Это классический предмет на увеличение физического урона. Так, а теперь небольшая ремарка. Я вам рассказал об основных предметах, которые берут на ланселота. Но конечно же не обязательно собирать предметы в той последовательности, в которой я сказал. Собирайте предметы, исходя с кем вы играете, против кого играете, как складывается ситуация в общем и целом на поле боя. Может быть вы пораньше возьмете защитные айтемы, или наоборот усилите атаку вашу физическую. Все зависит от вас. Единых сборок нет, каждая игра индивидуально. Играем с умом. В игре также есть предметы, которые контрят ланселота. Давайте о них и поговорим. Большую часть урона ланселот выдает со своих навыков, поэтому берем древнюю керасу. Именно древняя кераса спасает от урона, наносимого с навыков. Если мы играем на стрелке, и ланселот приходит нас постоянно гангать, то берем себе броню неустрашимости. Это броня, составляющая часть древней керасы. Стоит она не так дорого, лучше перестрахуйтесь. Тем более, если вы стоите, например, еще против стрелка прокастера, какого-нибудь броуди. Покупаем ее. Также, если играем на стрелке, то покупаем себе ветер природы. Это прожимаемый айтем, активировав который, мы получаем 2 секунды иммунитета ко всему физическому урону. Играем на маге, покупаем зимний жезл. Тоже активируемый айтем, прожав который, мы получаем также на 2 секунды неуязвимость. Но при этом мы замораживаемся, то есть не можем двигаться. В заключении скажу, что сам Ланселот боится контроля и боится большого единовременного урона. У него не так много здоровья и он погибает достаточно быстро. Если он не двигается, не дает прокаст, то он умрет. Также играйте аккуратно против того же Фовиуса, потому что у него ульта активируется с рывков. А рывки это ваш хлеб с маслом. Опасаемся и кустовых персонажей, например Эйдору, мага прокастера. Она может успеть дать вас контроль и вы никуда не уйдете, она вас взорвет. Также и Сабер, перефармленный, например, из кустов может вас ультануть и вы никуда не уйдете. Взрывной урон есть и у Хеллкарта, плюс у Хеллкарты есть еще и Немота под ультой с первого навыка. Он вешает на вас Немоту и клинками подрывает. Играйте аккуратно против таких персонажей. Если гайд вам понравился, то пожалуйста поставьте лайк. И также не забудьте написать свое мнение о данном видео. Я читаю все ваши отзывы и комментарии. К адекватной критике я прислушиваюсь и становлюсь каждым разом все лучше и лучше. Кроме того, у нас есть группа в телеграм канале. Там мы проводим голосование и выбираем следующего героя, на которого будем делать гайд. Присоединяйтесь, все необходимые ссылки найдете также в описании. Ну а на этом, к счастью или к сожалению, у меня все. Всех обнял, всем спасибо, до скорых встреч.